Православные верующие отметили самый главный христианский праздник – Пасху. Традиционно в ночь на воскресенье во всех храмах республики прошли праздничные богослужения. Главное состоялось в храме Николая Чудотворца Черкеска. Подробнее Ольга Савенко. 2000 лет назад произошло событие, которое стало центром библейской истории и навсегда изменило мир. Несмотря на плохую погоду, в эту пасхальную ночь сотни верующих приходят в храм Николая Чудотворца, чтобы услышать долгожданную благою весть. Христос воскресенье! Шествие церкви на свече воскресшему Спасителю – особенность пасхальных богослужений. Это не просто молитвенное шествие, говорят священники, а путь к свету, который Спаситель указал людям, блуждающим во тьме. Всегда добро побеждает зло. И Христос своим воскресением, Его душа сходит в ад, Он выводит оттуда праведников, и двери рая для каждого человека открывает, омывая своей кровью грехи всего человечества. Он воскресает из мертвых. Поэтому это праздник победы Христа над дьяволом, добра над злом. Задолго до начала службы в храме яблоку негде упасть. Прихожане с нетерпением ожидали начала главного богослужения года. Сегодня такой православный праздник, я не мог остаться дома. Поэтому душа у меня сама идет сюда. Поэтому я здесь. На священное таинство в храм Анна Дзираева приходит с самого детства. Семейная традиция. Теперь вместе с Ниной на пасхальную службу приходит и дочь. И не только для того, чтобы осветить куличи и пасхальные яйца. Мне кажется, в этот вечер приходят и в эту ночь приходят даже те, кто редко бывает в храме. И это такое единение людей, единение христиан. Люди стоят, горят свечи. И вот колокольный звон. Мне кажется, это такое волшебство. Что вы испытываете в этот день? Радость. Это же большой такой праздник. Светлый такой. Священнослужители с утра сменили траурные облачения на белые. Но главный цвет праздника – красный с золотом. Богослужения на Пасху и в продолжение Святой Седмицы совершаются при открытых царских вратах. Вознаменование того, что воскресением Господа открыто всем Царствие Божие. Евангелие читается на нескольких языках, как символ заповеди Спасителя – нести Слово Божие в мир. Служба долгая, длится несколько часов, но для верующих пролетает, как одно мудовение. Меня просто переполняет счастье, бурю эмоций. Это такой прекрасный праздник, момент. И даже когда ты приходишь в храм, и тебе все Христос воскресе, и ты отвечаешь в воскресе, в душе бабочки летают. Хочется радоваться, ходить, улыбаться, каждому подарить эту радость. Я хочу пожелать, чтобы каждый человек почувствовал эту победу в своей собственной жизни. Победу над грехом, победу над собственной неправдой. Чтобы эта радость не выражалась только лишь в куличах и в крашеных яйцах, а действительно в ликовании души, в ликовании сердца. Ольга Савенко, Виктория Карпенко, Въезде Карачаева, Черкисия.